Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас с вами роллы. Я стараюсь выбирать разные роллы с разным оформлением, вкусом и сочетанием. Сочетание у нас сегодня вместе с пиццей. Хотя я изначально хотела какой-то супчик и пробовать макать роллы в супчик. Можно было, кстати, взять доширак. Идея. В следующий раз так и сделаю. Беру ролл. Внутри здесь креветочка. Шапочка интересная. Вообще очень аккуратно сделали, конечно. Понравилось мне, я заценила. Вау! Очень вкусно, но они большие достаточно. Придется мне, пожалуй, их кусать. Постоянно кладут васаби, которые я совершенно не ем. Каждый раз говорю, не кладите, все равно кладут. Сегодня сделала классный мейк. Ну-ка, классный. Возможно, он мне понравится, но я вырисовывала его. Вкусно. А еще вчера было гендер-пати. Я купила такие салфеточки. Вообще много чего купила. Будет влог. Но влог, скорее всего, выйдет где-то через месяц. Когда моя знакомая уже всем родственникам, всем-всем-всем расскажет, как что. Что у нее будет мальчик. Поэтому, как бы, если я выложу у себя здесь видео и покажу все это, как они радуются. Вот все наши родственники узнают, потому что, оказывается, все-все меня смотрят. Что я не рассказываю, мне говорят, да мы знаем. Да мы видели твою кухню. Да мы это. Конечно, очень приятно. Точно не знаю. Но где-то, наверное, через месяц. Я сказала в инстаграме. Скажу, опять же, здесь тоже. Опять под мукманком все пишут, что, айка, ты беременна? Какой гендер-пади? Я не беременна. Беременна не я. Беременна моя знакомая, родственница. Так что нет, я не замужем, тем более не беременна. И давайте перейдем к вопросам. Выбрала вопрос и вспомнила даже целую историю, которую хочу вам рассказать. Привет, Айка. Ник Ивантеевка. Ивантеевка, огромный привет. Не знаю, где это находится, но в любом случае вам огромный привет. Обратила внимание на твои чехолы для телефона. Все они плюс-минус одинаковые. Не хотела бы ли ты со стразами или какой-то другой крутой чехол. Почему я выбрала этот вопрос? Потому что хочу вам рассказать историю с одним чехлом. В общем, однажды, я не помню, я купила или мне подарили чехол. Сзади он был со стразами, и он мне настолько нравился. Настолько. Вообще, когда я была, наверное, подростком, любая вещь для меня была на вес золота. Сейчас, когда я сама зарабатываю, у меня что-то ломается, что-то портится, мне пофиг. А тогда просто я не знала, что мне опять купят это или не купят, поэтому очень переживала. Ну, в общем, у чехла сзади были огромные стразы. Я предполагала, что они могут сломаться. Или отвалиться. Сверху была огромная аппликация девочки. Эта аппликация держалась просто на одном клею. Поэтому я предполагала, что это все дело временно. Все это отвалится. И поэтому брала этот чехол с собой только на праздники или на какие-то важные мероприятия. То есть выходной наряд для моего телефона был на тот момент. В один из дней произошло несчастье. Несколько страз сразу отпали. Я решила их приклеить. Взяла клей-момент и начала по одному клеить эти стразы. И эта дурочка взяла чехол, надела на телефон. Потом начала клеить момент, супер-момент 3 секунды, начала приклеивать эти стразы, которые отпали. У меня просто к себе такой вопрос. Зачем я начала клеить на телефоне? Нельзя чехол снять с телефона и отдельно клеить. Ну, в общем, в тот момент я об этом не подумала. И так получилось, что чехол у меня прилип к телефону. Это увидел мой брат. Как вы думаете, что он начал делать? Угорать надо мной. А этот клей, сука, очень быстро застывает. И просто железобетонно. Это отодрать просто нереально. Получилось, что я ношу чехол для телефона, чтобы телефон был новый. А в результате у меня просто задняя панель телефона вся была исцарапана. Потому что я пыталась отодрать чехол от телефона уже. Он затек прям полностью. Я даже не знаю, как я не заметила. Просто и чехол был белый, и телефон был белый. Тогда у меня был ТАП. Samsung ТАП 2. Кто помнит эти телефоны? Или нет? В общем, не помню. Брат надо мной угорает. Ржет. Получается, у меня телефон в хлам. Чехол, который я так берегла. ТАП 2. Тоже просто разорван. Потому что я шпателем снимала, прикиньте. Чехол с телефона я снимала шпателем. Представьте, сколько там просто было царапин. Потом. Я смотрю, клей Супер Момент. Он такой... Если ты его открыл, то ты должна уже до конца его использовать. Иначе он просто портится. Я решила уже все равно. Телефон уже в хлам. Чехол в хлам. Хотя бы... Клею, чтобы не испортился. Возьму-ка я его и приклею свою зарядку. У меня у зарядки... Я не знаю, как вам описать. В общем, место, куда засовываешь, это пластмасска. Она разделилась. Я решила убрать телефон в сторону. И просто зарядку починить. Так как клей у меня просто так лежал. Он тоже мог высохнуть. И я решила это все использовать. Я уже стала умнее. Телефон сразу убрала в сторонку. Не знаю, как вам объяснить. И рядом ничего нету, чтобы показать. В общем, вот эта штучка, которую вы засовываете непосредственно в телефон, она у меня разъединялась. То есть надо было приклеить. Я залила туда смачно клеем. Оставила. И у меня все. Все железопитонно скрепилось. Я решила проверить. Я тут клея налила. А будет ли это работать? Решила попробовать поставить на зарядку. Мне-то интересно. Зарядка оригинальная. От нового телефона она уже разъединилась. Ну, в общем. Я смотрю, работает. Думаю, круто. Решила поставить как раз на зарядку. Пусть телефон наберет. Сама пошла по своим делам. Оказывается, этот клей не сцепился на 100%. И просто в телефон затек. Это просто был худший день в моей жизни. Вот без преувеличения. У меня такая дурацкая ситуация. Получается, у меня телефон лежит на зарядке уже где-то 2 часа. Я прихожу обратно. И как ни в чем не бывало, пытаюсь вытащить в зарядке свой телефон. Я, значит, дергаю. А это все настолько, знаете, железно прям закрепилось. Вот ты хочешь что-то приклеить? Это нифига не клеится. А если тебе не нужно палец, например, к столу приклеить, он так приклеится прям намертво. Минуточку. Красота. Ну, вообще. Я прихожу. Ля-ля-ля-ля-ля. Радостно. И пытаюсь вытащить. То есть у меня в руках телефон. Здесь зарядка. Я его пытаюсь вытащить. У меня никак не получается. Я его дергаю, дергаю. Не получается. Дернула, наверное, раз 15. И вот где-то после третьего раза у меня началась паника. Сначала я не понимала, почему я не могу вытащить зарядку. Мне не доходило. Потом я осознаю, что я просто этот клей залила в телефон. И как только я не дергала. Это увидел мой брат. Начал так угорать. И меня это еще больше начало злить. Начал шутить. Был беспроводной телефон. Стал проводной. В этот день, мало того, что я испортила свой телефон и чехол. Еще плюс у меня испортилась зарядка. Я не могу физически просто вытащить зарядку из телефона. Брат просто не может. Угорает надо мной. У меня прям нервы. Я кладу телефон на пол. Одну ногу ставлю на телефон. И другими двумя руками тяну зарядку, чтобы вытащить. Как вы думаете, получилось у меня? Нет. Не знаю, как у вас. Когда я что-то новое покупаю, особенно телефон, для меня это моменты счастья, так скажем. Что это такое? Кто-нибудь знает, что это такое? Что бы это ни было, мы попробуем. Креветка. А я-то испугалась. В общем, я когда только покупаю телефон, я так бережно отношусь к нему. Это сейчас, например, я могу свой телефон швырнуть куда-то. На кровать. Он упадет, мне пофиг. Тогда было не так. Следующий. Ужасная неприятная ситуация. В общем, я держу одной ногой на полу телефон. Двумя руками пытаюсь вовсю вытащить эту зарядку. Брат у меня усывается просто. Угорает, сидит на диване. Тут заходит папа и говорит, что происходит? Почему новый телефон лежит на полу, а ты его топчешь? Я говорю, папа, какой новый телефон? Я уже как бомжа разомоталась. Потом папа с братом кое-как вытащили зарядку. Отдали телефон в ремонт. Мне там заменили что-то. Но у меня был в таком состоянии телефон. Это просто как будто ему 100 лет. Хотя он был новый. Там, не знаю, месяц ему. Даже месяца не было. В общем, это был худший день в моей жизни. И к чему я это все? После этого я поняла, что я не хочу чехлы со всякими стразами. Они отвалятся. Они стопудово отвалятся. Потом я буду переживать. Я опять захочу приклеить. Яйка подумает. Я знаю себя. В этот раз я сделаю все аккуратно. Слышали мы такое. Написали мне. Пицца покупная, но вкусная. Но роллы, конечно, было нечто. А еще у меня сегодня утром появилась идея. Уже, считайте, 4 или 5 заказов шеин я делала. Я просто смотрю на свои вещи. Когда первый раз ты просто распаковываешь, ты не можешь сказать свое полноценное мнение о вещах. Потому что они не прошли стирку. Ты не носила эти вещи. Есть вещи, которые мне совершенно не понравились. Именно в процессе носки. просто по мне выброшены на ветер деньги. Я думаю, может быть, все эти вещи, которые мне не понравились, соединить и в одно видео. Рассказать о минусах, возможно, для вас это важно. Например, платье, которое просвечивает. Оно точно войдет в этот список. да и все вещи, которые в процессе использования мне не понравились. Можно вообще снять еще одно видео. Товары, которые за эти 4 или 5 посылок мне понравились больше всего. Например, 4 товара, от которых я просто в восторге. и где-то 5 товаров, от которых я в шоке. И мне они не понравились. Мне кажется, будет очень информативно. Вы обязательно пишите свое мнение в комментариях. Я закончила, а если ты продолжаешь кушать, то приятного аппетита тебе. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok